Мы с вами находимся на ретроспективной выставке Марина Абрамович в гараже, которая называется «В присутствии художника». Год назад у нее состоялась первая музейная ретроспектива в Музее современного искусства «Момо» в Нью-Йорке. Она называлась тоже «В присутствии художника», и там Марина действительно провела многодневный перформанс, когда около полутора тысяч людей смогли лично заглянуть ей в глаза. Здесь дело ограничилось пятидневным воркшопом, который художница провела для прошедших кастинг юноши и девушек, которые воспроизводят здесь ее исторические перформансы. Надо понимать, что мы с вами находимся не в Нью-Йорке, а скорее на периферии международной художественной сцены, хотя и достаточно блестящей. Поэтому присутствие самой Марина Абрамовича здесь было бы чрезмерной роскошью, и поэтому мы можем выбирать между воспроизведением специально обученных людей или аурой документации, которая показана в другой части выставки. Поскольку, как оказывается, часть времени живые перформансы не работают, мы можем проследовать на собственно выставку, а перформансы посмотрим потом. Продолжение следует... В этом первом зале выставки представлена фотодокументация ранних перформансов Марины Абрамовича. Это начало 70-х годов, когда она еще живет в Югославии. И это перформансы, где она исследует возможности собственного тела. Самая знаменитая работа здесь – это «Ритм ноль», 1974 год, когда Марина Абрамовича впервые предоставила себя во власть аудитории. Она шесть часов находилась в галерее, и на столе было разложено 72 предмета, которые зрители могли применить по отношению к ней. Ее можно было резать ножами, ударять цепями, можно было накрасить ей губы красной помадой или накормить ее виноградом. И легенда гласит, что перформанс был прекращен, когда один из посетителей приставил ей пистолет с заряженным патроном, дулом к виску. Но, как вспоминает сама Марина Абрамович, когда это произошло, другой посетитель выхватил у него пистолет, и перформанс дошел до своего логического конца, в конце которого Марина Абрамович, уже истерзанная, окровавленная, измученная, вдруг сделала шаг навстречу аудитории, и аудитория в страхе начала разбегаться, ожидая ответной реакции. Как вспоминает сама Марина Абрамович, здесь она впервые поняла, что если отдать себя во власть аудитории, если пустить все на самотек, то тебя могут убить, с тобой могут сделать все, что угодно. И, возможно, поэтому сейчас, когда она участвовала в перформансе в присутствии зрителей в Нью-Йорке, зрителям не позволялось вступать с ней в диалог, позволялось только молча смотреть на нее. А тех, кто пытался задавать ей какие-то вопросы, в частности, кто-то сделал ей предложение, охрана безжалотно выводила с перформанса. А здесь я раз, нам, овощи чали, влаговище, ологовище, а литинь, а литинь, а литинь, а литинь, изцелет, сахи, Увелища, магнища, 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 магнища. Который. Хаос. Оснах. Аблином. Стих. Ос. Это работа «Балканская барокко», за которую в 1999 году Марина Абрамович получила «Золотого льва» в Венецианской биеннале. Она посвящена войне в Югославии 90-х годов. И работа ее заключалась в том, что она в течение многих часов отмывала огромную гору костей от крови и мяса. И документация этого перформанса показывается здесь, на маленьком мониторе. Здесь Марина Абрамович исполняет национальные танцы, а также рассказывает в белом халате свои сказки и какие-то легенды, которые она помнит из детства. На двух стенах изображены проекции ее родителей, это ее отец и мать, которые находятся в каком-то негласном диалоге. А здесь мы видим такие медные емкости, наполненные черной водой, которые символизируют для нас страдание всего человечества во время войн. И, наконец, последний экспонат этого зала, судя по всему, настоящий халат, в котором Марина Абрамович проводила этот перформанс, с пачканой крови. Это инсталляция была показана в Нью-Йорке в 2002 году. Она продолжалась 12 дней, в ходе которых Марина Абрамович могла перемещаться только внутри этих трех ячеек. Она не могла спуститься вниз, потому что, как вы видите, у лестни ступеньки выполнены из ножей. Она не могла ничего есть, ей не с кем было разговаривать, она не могла читать, не могла писать. У нее было достаточное количество минеральной воды, она могла принимать душ и ходить в туалет. И вся ее жизнь была в это время на виду у зрителей. Этим перформансом она пыталась проверить, в какой мере ограничения и аскетизм могут привести к какому-то очищению. И для этого перформанса она сшила костюмы по мотивам производственной одежды Александра Родченко, раскрашенные согласно ведической системе цветов. И вот здесь мы видим документацию этого перформанса. Тот самый многодневный перформанс, который Марина Абрамович проводила в Музее современного искусства в Нью-Йорке, который назывался «Присутствие художника», воспроизведен здесь частично. Здесь стоит стол, два стула. И на одной стене показаны видеопортреты тех, кто смотрел на художницу. На противоположной стене мы видим ее, самую смотрящую на людей. Люди реагировали по-разному. Кто-то нервно смеялся, у кого-то текли слезы. Судя по всему, это было серьезное переживание. Для многих из них, как я уже сказала, охранники не позволяли вступать в разговор с Мариной Абрамович. Но факт ее присутствия, судя по всему, все-таки впечатлял. Это перформанс искусства должно быть прекрасно, в котором Марина Абрамович яростно расчесывает свои волосы, повторяя эту фразу из слова в слово. И здесь мы видим фотодокументацию этой перформансы. И надо сказать, что, конечно, она невероятная красотка. И работать со своим телом в 70-е годы было явно благодарным занятием. А здесь три другие важных перформансы в 74-е годы. Освобождение памяти, освобождение тела и освобождение голоса. В первом, она пытается бесконечно говорить слова, которые приходят ей в голову. Таким образом, поток ассоциаций выхватывает из ее памяти все, что там заложено. Здесь она в такой почти шаманской пляске пытается освободить свое тело. А здесь она очень долго кричит во всю силу. И надо сказать, что Марина Абрамович работает, конечно, не с какими-то историческими или культурными концептами. А здесь она в основном работает с единицей собственного тела, с его возможностями, с возможностями собственного сознания. И в этом, пожалуй, заключается ее главный вклад в искусство 70-х годов. А сейчас нам с вами предстоит своеобразное испытание, потому что мы должны пройти через узкий проход, где стоят два обнаженных человека. Это воспроизведение ее работы, сделанной совместно с Улаем в 76-м году. И сложность заключается в том, что мы должны к кому-то из них повернуться лицом. То есть мы должны, с одной стороны, осуществить некий выбор между двумя людьми, с другой стороны, испытать некоторое неудобство от близкого контакта с обнаженным телом другого человека. Это три перфоманса открывает зал, посвященный совместным работам Арины Абрамовича и немецкого художника Улая, с которым они познакомились в Амстердаме, когда она переехала туда в 76-м году. Здесь показаны их совместные перфомансы. В какой-то момент они попытались стать одним двуголовым телом, абсолютно слиться собственными идентичностями. Здесь они, например, держат совместно зеркало, не видя друг друга, но чувствуя поддержку друг друга. Здесь стрела лука натянута так, что Марина Абрамович фактически отдает свою жизнь в его воле. В какой-то момент его рука может дрогнуть, и тогда он выстрелит ей прямо в сердце. Здесь представлен фургон, в котором Марина Абрамович и Улай несколько лет путешествовали по Европе, посещая разные музеи, галереи и выступая там с перфомансами. Надо сказать, что тогда эта практика совсем не оплачивалась, и они были очень бедны, и им приходилось какими-то хитростями выманивать деньги у организаторов выставок или фестивалей. Как писала сама Марина Абрамович, сотрудничество с другим человеком – это довольно тяжелая практика, потому что приходится отказываться от собственной индивидуальности, приходится каким-то образом жертвовать собой. И здесь показаны перфомансы, например, вот этот, где они дышат друг другу в рот, и в какой-то момент они падают оба, потому что уже ни у кого не осталось кислорода, и легкие обои их наполнены углекислым газом. В принципе, такое сотрудничество, конечно, не могло продолжаться. Долго, и в какой-то момент наступил кризис в отношениях творческих и личных, и поэтому в какой-то момент они решили расстаться, и предприняли последнее путешествие перед расставанием на Великую Китайскую стену. И здесь показана цветная уже документация этого путешествия, когда один из них отправился с одного конца Великой Китайской стены, а другой с другого. И после того, как они должны были встретиться, проделав 2500 километров пешком, они расстались раз и навсегда. И здесь представлены документации. Комментация семи перформансов, сделанных Мариной Абрамович в Музее Гугенхайма в Нью-Йорке в 2005 году. Это повторение, которое она делает, исторических перформансов других художников. Но, в частности, здесь есть одна ее работа, это перформанс 1975 года Губы Томаса «Очень сильное зрелище». Это перформанс Йозефа Бойса «Как объяснять живопись мертвому зайцу». И также серия работ других художников, в том числе Вали Экспорт или Брюса Наумена, в которых Марина Абрамович повторяет опыт своих коллег по цеху. Надо сказать, что сама Марина Абрамович вспоминает, что когда она жила в Югославии, уже будучи довольно взрослым человеком, ее мама была невероятно строга, и поэтому, когда Марина делала все эти перформансы с поджиганием себя, резанием собственного тела, употреблением сильнодействующих лекарств, она должна была быть дома в 10 часов вечера. И вот здесь она проводит целую ночь в музее, и это такой настоящий уже отрыв. А это проект с так называемыми минеральными подушками 90-го года, который предлагает зрителю поучаствовать и получить часть энергии, заложенной в этих различных минералах. Предлагается приложить к этим минеральным подушкам лоб, сердце и таз, и простоять таким образом около получаса, и тогда вы начнете получать энергию. Здесь Марина Абрамович уже демонстрирует свой интерес к восточным практикам, к идее обмена энергиями каких-то тонких нематериальных субстанций, но, как ни странно, довольно мало здесь действительно подушек, которым реальный человек может прислониться. Вот мне подходит только это. Ну вот здесь показаны документы из семейного архива самой Марины Абрамовича. Это фотографии, награды и документы ее родителей. Оба ее родителя были партизанами во время войны, Второй мировой, и на войне познакомились, и ее отец был национальным героем, а мать в 60-е годы возглавляла музей революции в Белграде. Когда Марина Абрамович сама вспоминает о своем детстве, она говорит, что ее родители были уже в послевоенные годы, были карьеристами, и не хотели ей заниматься, они отдали ее бабушке. Поэтому детство Марина Абрамовича прошло или в церкви, где бабушка молилась, или на кухне, где бабушка готовила. Тем не менее, она одну из своих работ посвятила своему собственному отцу. Это работа «Герой», которая была показана в Москве на выставке Москва-Берлин в историческом музее. В 2000-е годы Марина Абрамович уже делает меньше перформансов, но зато снимает видео. И это трехканальная видеоинсталляция «Балканский эротический эпос», которая посвящена ритуалам и приметам национальной культуры Марина Абрамович. Этот ритуал якобы позволяет остановить дождь во время затяжных дождей. Здесь Марина Абрамович сама снялась, что в обнаженном виде, что уже довольно редко в эти годы для нее. И она здесь вызывает дождь во время засухи. А этот ритуал якобы способствует плодородию. Продолжение следует... Ну, это уже фактически последний зал перед выходом с выставки. Здесь показаны материалы с воркшопов Марины Абрамович, которые проходят, как правило, в каких-то выездных ситуациях. На несколько дней она организует воркшопы. Здесь, в частности, мы видим портреты тех участников ее воркшопа, которые ходили в гараж пять дней, чтобы научиться воспроизводить ее перформансы, как они тренировались. А также здесь показана, условно говоря, фотохроника жизни и творчества Марины Абрамович, какие-то постеры ее выставок, какие-то каталоги ее работы. И вот, наконец, главный зал, где представлены живые рей-перформансы Марины Абрамович, которые исполняют люди, которых она специально обучала, которых она вначале отобрала на специальном кастинге. И здесь царит такая атмосфера, немножко напоминающая пыточную комнату. Надо сказать, что девушку, которая располагается там на велосипедном сидении и вынуждена держать руки в течение некоторого времени, что, понятно, очень тяжело, действительно, по-человечески жалко. Не хотелось бы оказаться в ее шкуре. Также здесь показан перформанс с одетыми рей-перформерами, который называется «Точка контакта», который должен продемонстрировать нам какие-то энергии, которые возникают между двумя людьми. Оригинально это были сами Улай и Абрамович, буквально на кончике пальца. И, кроме того, здесь показан перформанс, который также повторен еще на экспозиции, когда человек лежит под скелетом и своим дыханием как бы оживляет его. Надо сказать, что скелет, конечно же, бутафорский. И Марина Абрамович, которая некогда говорила, что перформанс любят люди, которые ненавидят театр, потому что в театре нет ничего настоящего, и все бутафорское. А перформанс – это все абсолютно подлинное, аутентичное. И вот теперь она сама показывает нам бутафорские скелеты, когда она говорит, что она знает, как она хотела бы быть похороненной, что у нее должно быть три гроба, и, соответственно, одно настоящее тело, и два поддельных. Одно из них будет похоронено в Белграде, другое – в Амстердаме, а третье – в Нью-Йорке, в трех городах, с которыми связана ее жизнь. И что только некоторые люди будут знать, где же на самом деле похоронено подлинное тело Марина Абрамовича. Мне кажется, что это довольно странный итог ее художественной эволюции, которая всегда стремилась к некой подлинности, к соответствию текущему моменту, к максимальному присутствию в настоящем времени, в настоящем месте. И вдруг мы видим, что ее перформансы оказываются возможны повторить, даже особенно не переживая их, а просто повторяя скорее мучительную ситуацию, то боли, то обнаженности, то выполнение неких тяжелых действий. В thereатined jeito не испытывают, это только одна старая mac軍 для STEM. Вот внутри и разitive по3 подлинности разместить соли на consolid vote. Летик в градус低 оси. Г violin Субтитры сделал DimaTorzok